За чашкой чая Василий Голубев побеседовал с сотрудницами НИИ радиосвязи. Здесь трудятся более 1400 женщин. Поводом для встречи стал предстоящий праздник 8 марта. Я несколько раз руководителям давал поручение своим, говорю, мы должны приехать в институт и обязательно сказать спасибо за хорошую работу для государства, для региона. Выбрали такой день не случайно, как вы понимаете, перед прекрасным мужским праздником. Потому что женщины считают, что это их праздник, а мужчины считают, что это их праздник. Самые ответственные сотрудницы подготовили вопросы губернатору, который напомнил, что формат разговора свободный, можно спрашивать обо всем. Любые темы, которые, и не только те, которые вам предложили задать губернатору. Никто не упрекал. Ну, я не знаю, я предполагаю. Женские умы по большей части тревожат вопросы, связанные с воспитанием и образованием детей. Каждый год перед тем, как мы идем в школу, возникают вопросы у родителей. Пятидневка у нас или шестидневка. А почему у нас в этом году все-таки у нас шесть? Говорили о развитии детского спорта в регионе. Василий Голубев также пригласил мам и их детей к активному участию в областной программе ГТО. На предприятии немало примеров семейных династий. Губернатор поручил подготовить предложение для поощрения трудовых династий института. Мы просто сделаем из этого хорошую традицию. Уже к этому 1 мая соберем предложение от наших предприятий, где почествуем династии самых разных предприятий, самых разных отраслей. Госжилинспекция составила рейтинг управляющих компаний Ростовской области по результатам работы в 2017 году. В него вошли более 400 организаций среди критериев площадь многоквартирных домов, число обращений граждан, выявленных нарушений, неисполненных предписаний, уклонений от проверок и составленных протоколов. Для удобства рейтинг делился на Ростов и регион. По Ростову в числе лучших управляющих компаний Трио Укадон, Трио Комсервис, Трио Наш Дом Сервис, Трио Управляющая Организация Новэм. Опять традиционно, как и в прошлом году, Управляющая Организация из группы компаний Квадро в лидирующих позициях. Итоги работы подвели и в самой госжилинспекции. В 2017 году сотрудники управления провели 10 тысяч проверок, во время которых выявили более 5 тысяч нарушений. Главное, что мы перед собой ставим, перед государственной жилищной инспекцией, я перед инспекторами ставлю задачу все-таки повышения качества тех проверок, которые мы проводим, чтобы мы добивались результата с первого раза, чтобы меньше было нареканий, в том числе и к нашей работе. Больше всего ростовчан волнует оплата за жилье. Этой теме посвящена треть всех поступивших в госжилинспекцию обращений. Всего их в 2017 насчитывается почти 26 тысяч. Вот что попало в наши сети. Ростовский водитель ищет жену, разместив объявление об этом на своей машине. Причем, как подметили ростовчане, в поиске он уже не первый год, сообщает издание «Панорама». Какой-либо информации о себе или требовании к претендентке водитель не оставил, однако указал номер своего мобильного. Необычное снежное поздравление появилось в одном из районов Донской столицы, сообщает Ростов-Главный. Жители микрорайона, творца композиции, уже называют Левенцовским Микеланджело. Снежное поздравление для женщин с 8 марта понравилось горожанам. А вот в Ставропольском крае администрация прославилась своей безграмотностью, поздравив слабый пол с орфографическими ошибками, сообщает Рия Вистаньюз. Необычное явление смогут наблюдать в марте жители Ростовской области. Редкое астрономическое явление называют голубой луной, а еще вторым полнолунием, которое выпадает на один месяц, сообщает «Панорама». По мнению ученых, голубая луна появляется раз в несколько лет, а в 2018 году нам повезло. Первый раз второе полнолуние дончане наблюдали 31 января. Очередное ждем 31 марта. В следующий раз подобное явление ожидается в 2020 году. Накануне между зданием Ростовского цирка и штаба военного округа появился большой оранжевый слон, пишут ростовские издания. Некоторые автолюбители, испугавшись, что им показалось, пообещали бросить пить, однако, присмотревшись, поняли, что это всего лишь рекламная акция, сообщает «Привет, Ростов». Многих горожан, проезжавших утром мимо нового жителя цирка на работу, оранжевый слон привел в восторг и добавил весеннего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова